Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Вчера вечером понеслась новая зрада и я просто удивляюсь нашим людям, как они выковыривают зраду на том месте, где вообще ничего не было. Насчет самолетов. Самолеты фантастические самолеты F-18, которые фантастическая Австралия фантастически собиралась поставить Украине. И целый 41 самолет, а наши якобы сказали, что это летающий мусор и отказались брать этот самолет. Но большего бреда, вот так вот, да, вот когда люди об этом рассказывают, большего бреда, понятное дело, нельзя было даже придумать, но и ПСО работает и, значит, давай рассказывать, как нам предлагали эти истребители. Я вам сейчас скажу одну такую вещь. Вы видите, с каким трудом продавливаются сегодня вот эти F-16? Ну просто с огромнейшим трудом и, хотя вроде бы штатам и выгодно, чтобы нам передали эти самолеты, но штаты боятся, а вдруг будет то, а вдруг будет так, а вдруг Путин это воспримет как, я не знаю, непосредственную угрозу со стороны США, а не будет ли потенциально нам бы что-то бы угрожать бы и поэтому бы дадим лучше 31 танк Абрамс. Ну я шучу, но где-то так оно выглядит, понимаете. На самом деле, конечно же, никакая Австралия никаких истребителей, никакой Украине не передавала. И об этом, кстати, уж даже, знаете, дошло до того, что уже речника повитерных сил Игната тоже уже достали, что он уже выпустил два гневных поста в Фейсбуке с опровержением этого всего и с призывом, блин, немножечко включать то, что находится внутри черепной коробки, думать мозгом, а не спинным мозгом. Какие Ф-18, вы о чем? Вы представляете себе процедуру передачи, так сказать, этих самолетов, как бы это выглядело? Потому что надо первое, получить разрешение от страны-изготовителя Соединенных Штатов Америки. Было бы оно, да никогда в жизни. Никогда, вообще никогда в жизни. Сейчас вот еле проломили на третьем году войны, да? Подготовить инфраструктуру, подготовить инженеров, подготовить летчиков. Вы вообще, это, это, это ж не, извините меня, гранатомет передать. Это очень сложная штука. Вот сейчас мы это вот все делаем, кстати, очень правильно Игнат сказал. Единственный возможный путь этого всего дела по передаче самолетов мы проходим сейчас. Это полностью перестройка инфраструктуры ВВС. Полная. Под эти самолеты, потому что, ну, с Мигами это один коленкор с ИС-ушками, А Ф-16 или Ф-18, это все по-другому. Ну, будут еще Гриппины, если шведские, дай бог, шведские в результате НАТО примут. Еще третья будет история, тоже. Вот, поэтому, ребята, есть официальное опровержение, и, ну, оно очевидно. Да, некоторые могут сказать, я официальному не верю. Да нет, в данном случае это очевидно, потому что тема настолько бредовая, что даже ее опровергать, это жалко времени. Кстати, в каком формате, да, могли ли, могли ли в каком-то виде австралийцы предлагать эти самолеты? Ну, я вам скажу, как это, скорее всего, если что-то и было, ну, какого-то плана предложения, выглядело оно следующим образом. Дипломаты иногда собираются на какие-то там события, да, по поводу чего-то там, какой-то из посольств собирается быть, а там пьются напитки хорошие, там дипломаты знакомятся друг с другом, а потрындеть, о чем-нибудь. И вот после где-то третьей, четвертой кружки заместитель охранника австралийского посольства разговаривая с четвертым атташе Украины, где-нибудь в Берлине, еще после, не знаю, второй, третьей, четвертой рюмочки, сказал, слушай, а было бы классно, если бы мы вам самолеты передали, ну, чтобы поддержать разговор. И понеслось. Вся бы до Украины. Продолжение следует...